МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белосева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Темная сторона укропа. ГПУ обнародовал результаты обысков жилья Геннадия Корбана. Прокуроры утверждают, что нашли черную бухгалтерию политика. Во время брифинга показали расписки, которые, по словам следователей, свидетельствуют о получении нардепами теневых зарплат. Правда, имена их в записях не фигурируют. Зато фамилии указаны в долговых бумагах. Это Филатов, Поросюк, Денисенко. Им, якобы, Корбан давал крупные суды. Фамилия нардепа Куприя фигурирует в документе о расходах на почти 300 тысяч гривен. Нашлись, по словам следователей, также бумаги, где записаны суммы, которые получали судьи и правоохранители за решение о снятии арестов, затягивании исков и сопровождении уголовных дел. Были выучены черновые записи, которые касаются получения грешных денег некоторыми народными депутатами Украины. Их очень много, таких папирцов было найдено у Геннадия Олеговича за местом его проживания, где есть копия решения судов, и до каждого решения, вот тут, допустим, прикреплена сумма и прозвище людины. В данном случае это Богдан А. Мы проверяем, кто это. Кроме того, в час обшуков было выучено в документальном выгляде схемы рейдерских захоплений в безличии предприятий. Обнародовали в ГПУ также аудиозаписи трех разговоров. На них переговоры человека, голос которого похож на голос Геннадия Корбана. На одной из записей он якобы требует у народных депутатов срочно покинуть заседание Верховной Рады и лететь в Днепропетровск для решения безотлагательных вопросов. На других, предположительно, Корбан обсуждает со своим собеседником обстоятельства похищения главы госземагентства Сергея Рудыка. Это одно из обвинений, выдвинутое главе Укропа. С разрешенными обовисками... Алло, Геннадий, привет. Можешь подъехать сюда в администрацию? Ну, напевно, хвилин через 30-40, потому что я зараз на Плюцеве буду. А что там, скажи? У нас тут скандал. Приехал этот труд, решил назначить в акт-администрацию, собрал всех генерщиков, буду ворать. Я их оттуда вызнал всех. Я его задержал. Он тут сейчас в коридоре ее не выпускает. Ну, он тут жалуется на меня уже в всей стране, включая Геннадий Корбана, что вы затрыли, может, и так далее. А же раз на маске прибежит в куртах? Да, без общественности нас никого не назначают. Завершенно. Абсурдом назвал сегодняшнее заявление ГПУ соратник Геннадия Корбана, нардеп Виталий Куприй. Он сомневается в происхождении этих документов. Говорит, обыски у Корбана проводились и ранее. Нардеп признал, деньги и правда получал. Но не от Корбана, а от партии. Именно она финансирует в заграничной командировке парламентария Фотокропа. Сейчас появляются определенные документы, которые абсолютно неизвестно, каким образом, где они собраны, и чьи они належными доказаниями в любые криминальные дела. Наша партия финансирует определенные заходы, и я получаю деньги, в качестве компенсации по действительным повноважениям, которые у меня есть в партии. За ту заработную плату, которую я получаю в парламенте, которая вкладывается в буквально 6 тысяч, 5-6 тысяч гривен. У меня нет возможности делать такие поездки. Вот недавно я ездил в Брюссель, недавно я был в Женеве. Будь-яка такая поездка, это приблизительно от 1000 до 2000 евро, например. Я считаю, что все эти заявки, что в ГПУ было высосаны с пальца. Я хочу последние звенувачения. Там кто-то с кем-то разговаривает про что-то. Я даже не знаю, где это можно использовать. Членство в ЕС и НАТО. Бюджет на следующий год. Судьба коалиции. Возможная отставка премьера и министров. Цена на газ. Об этом они только говорили сегодня на итоговой пресс-конференции главы правительства. Пользуясь случаем, журналисты поздравили Арсения Яценюка со статусом миллиардера. Откуда такая информация и что он ответил, знает Ирина Романова. Сокращение внешних долгов, приближение к безвизовому режиму с ЕС. Энергетическая независимость от России. Премьер перечисляет список достижений правительства в уходящем году. Акцентирует внимание на вступлении Украины в зону свободной торговли с Евросоюзом с 1 января. Украина станет частью великого, а точнее найбільшего, святого рынка. Российский режим, что також ожидалось, запровадживает санкции против Украины, именно за наш европейский выбор. Уряд Украины после подписания президентом Украины изменений к закону Украины про внешнюю экономическую деятельность принимает постанову о введении контрзаходов против Российской Федерации. Что правительство не успело, признается премьер, так это провести реформы среднего образования медицины, приватизацию реформы на таможне, а также в системе госзакупок. Поэтому работать в 2016 году есть на чем. В том числе и над уже принятым бюджетом, после того, как его проанализирует МВФ. Техничная миссия и выставки Международного валютного фонда, а после этого будет принято решение о продолжении проговоров с Международным валютным фондом. Я окремо зазначу, даже не может быть дискуссии про то, что мы не работаем в программе. А вот журналистов интересует, будут ли изменения в составе Кабмина. Ведь о некоторых возможных отставках министров, энергетики, здравоохранения говорят уже давно. Под кем кресло захитались? Чи можете назвать новые прозвища? И что, в частности, будет с паней Натальей Яресько? Я не планую подавать на измену ни одного министра от Народного фронта Украины. Я в целом и полностью поддерживаю Наталку Яресько. Премьер-министр Украины не имеет, на жаль, конституционных повноважений ни призначать, ни звенять министров. Еще один блок вопросов – политический. Почему Народный фронт и блок Петра Порошенко часто не могут найти консенсус? Если назначат досрочные выборы, то найдется ли в Новой Раде место полиции или премьера? Пойдем на выборы, что не есть лучшим сценарием для Украины. Мне очень много, что вам хочется сказать. Но я вам ничего не скажу. И буду молчать до последнего. Для того, чтобы не повторился суммозвестный сценарий 2005 года. Я почитал интернет. Я не могу понять, или радоваться мне поздравлять вас, или не поздравлять по поводу того, что вы пополнили ряды миллиардеров. Той миллиард, про который вы говорите, я его в Чечню отвез, чтобы там добре его отримать. Напоследок премьер пожелал удачи в новом году и заверил. Приоритетами правительства, как и в этом, будет членство в ЕС и НАТО, восстановление территориальной целостности Украины, реформы и экономическая стабилизация. Ирина Романова, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. Третий транш от Международного валютного фонда, а это минимум 1,7 миллиарда долларов, Украина получит уже в конце января. По крайней мере, этого ожидает глава Нацбанка. Как сообщила Валерия Гонтарева на своей итоговой пресс-конференции, поскольку Украина успела принять бюджет и выполнила таким образом все обязательства, Совет директоров МВФ примет решение по Украине в первом месяце Нового года. Мы очень благодарны международным донорам, которые помогли нам в этом году финансово и технично. Без перебольшения могу сказать, что международная солидарность и финансовая поддержка Украины в условиях руйненного военного шока для экономики дала нам возможность не допустить дефолту, обеспечить макрофинансовую стабилизацию и защищать страну от катастрофы. Протягом этого года Украина получила более 11 миллиардов долларов за программу от Международного валютного фонда. Что к следующему трансу, следующий транс – это 1,7 миллиардов. Не смогла обойти глава Нацбанка и тему курса доллара в 2016 году. По ее словам, он будет составлять 24 гривни 10 копеек. Такие расчеты для украинского валютного рынка сделал МВФ, и Нацбанк с этим прогнозом согласен. Гондарева утверждает, что за минувший год резервы Нацбанка увеличились на 77% и сейчас достигли 13 миллиардов 300 миллионов долларов. На начало 2014 года запасы составляли 20,5 миллиардов, а потом резкое падение почти в три раза. И вот теперь опять наметился рост. Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман сегодня заявил, что изменения в Конституцию в части децентрализации будут одобрены до 1 февраля, то есть до конца работы этой сессии. Если же этого сделать не удастся, процедуру придется отложить на следующий год. Но этого, по словам Гройсмана, Украина не выдержит. Так же Гройсман отметил, что в ближайшее время парламент назначит 12 новых членов избирательной, центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых уже истек. Спикер убежден, что среди депутатов не будет разногласий в этом вопросе. Убийство в столице, которое вполне могло бы сойти за бытовое или некие разборки, если бы не одно обстоятельство. Расстреляли якобы гражданского мужа судьи, который ведет дело экс-нардепа Масейчука. Какие версии у правоохранителей выяснял Олег Решетняк. Спальный район Киева, Борщаговка. По этой улице вчера в 10 вечера бывший милиционер возвращался домой, к своей семье. Не дошел буквально несколько метров. Его застрелили в подъезде. Я просто знал Андрея, порядочный человек, офицер, каких силовых структур. Я шокирован. На место трагедии сразу же прибыли правоохранители. На месте подея работники полиции ретельно отработали и вылечили 8 стреляных гильз, которые отправили для проведения экспертизы, чтобы установить, из какой именно оружия было выполнено это убийство. Зачем производить 8 выстрелов из оружия, чтобы лишить жизни обычного киевлянина? У следствия сразу возникли сомнения. И тут неожиданно оказалось, что 50-летний мужчина по имени Андрей гражданский муж судей Печерского райсуда Ларисы Цокол. Она в ноябре этого года рассматривала дело Геннадия Корбана и по-прежнему ведет суд по делу экс-нардепа радикала Игоря Масейчука. Он проживал с женой. Женой? Да, и ребенок. А как же он жену зовут? Лариса. Цокол? Да. Он на суде работает, правильно? Да. В квартире Ларисы Цокол тишина, дверь никто не открывает. Соседи на камеру о случившемся говорить боятся. Но по словам тех, кто видел происходящее, за Андреем гнались. И после 3-4 промахов очередной выстрел все-таки стал фатальным. Пули угодили в правую часть грудной клетки. Вот здесь он лежал. Здесь его наливили. Кровь вот так вот была. Все было залито кровью. Но он же куртки был. Я помыла. Полиция пока не раскрывает детали следствия, как и фамилию убитого. Версии тоже не озвучивает. Его гражданскую жену Ларису Цокол после случившегося в этом доме никто не видел. Олег Решетняк, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Ювелирное ограбление в Запорожье. Как в торговом центре вооруженных грабителей приняли за охрану? И удалось ли задержать тех, кто вынес украшения на кругленькую сумму? Все подробности у Сергея Бордежа. Утро. В торговый центр входят двое крепких мужчин. Все в черном, в балаклавах и с автоматами в руках. Покупатели и продавцы даже не обращают на них внимания. Вооруженных людей принимают то ли за инкассаторов, то ли за охрану. Как они заходили, я не видела, услышала звук разбивающегося стекла. Кричали, чтобы дословно не рыпайтесь и все останутся целы. Забрали все. И быстренько утекли. Всех положили кричать. Крикнули на людей. Один из очевидцев вооруженного налета 30-летний Евгений. Он как раз зашел с другом в торговый центр купить сигарет. Говорит, когда злоумышленники начали убегать, пошел за ними. Уже на улице один из грабителей выстрелил в него. Тут налет такой. Его думали, что это сотрудники милиции. Когда-то начали крики всякие, непонятно. Потом мы поняли, что это не милиция. Сейчас Евгений в больнице. Медики извлекли из его тела целую горсть дроби. В операционной были диагностированы огнестрельное ранение правого плеча, левой кисти, грудной клетки слева и правой паховой области. Какие именно драгоценности похитили грабители, на какую сумму неизвестно. Ограбленные продавцы не многословны. Сейчас не смогу понимать, что на таблетках и на онкологах. Я не помню, что рассказываю. Честно. Ну поймите, как человек. Не рассказывают подробностей и в полиции. Там лишь констатируют факт вооруженного нападения. Властники торгового заклада, который пограбывали, не организовали не только физические охраны, а даже не обладнали тревожной кнопкой выклика полиции. Полиция ищет злоумышленников. В области введен оперативный план «Сирена». Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности в телеканал «Интер» в Запорожье. А вот этого члена террористической группировки искать не пришлось. Кто из так называемых «харьковских партизан» решил добровольно сдаться СБУ и почему он пошел на этот шаг, знает Лидия Калинина. Добровольно сдался СБУ и даже показал тайник. В лесу полное оружие. Силовики сообщили, сегодня один из членов террористической группировки «харьковские партизаны» пришел сам, с повинной. На видео парень с закрытым лицом рассказывает его, как и других завербовали весной 2014-го во время митингов у памятника Ленину. Там собирались пророссийски настроенные люди. После отправили в Белгородскую область. Как рассказывает сдавшийся, там люди в военной форме и без знаков различия учились стрелять и закладывать взрывчатку. На курсе меня и членов группы завлекли обманом. Пригласили в Белгород поработать на стройке. По приезду туда забрали мобильные телефоны, документы. Привезли в военный лагерь. В лагере нас заставили дать подписки о сотрудничестве и объяснили, что обратного пути у нас уже нет. По словам экспартизана, с ним вместе учились еще пять человек. Из них сформировали группу и отправили в Харьков. Здесь они должны были устраивать диверсии на железных дорогах, в волонтерских пунктах и военкоматах. Сам мужчина уверяет, ни в одном теракте не участвовал. А сейчас вообще сожалеет о недавнем прошлом. Чтобы это доказать, даже показал силовикам тайник в лесу неподалеку от Харьковской окружной дороги. Там сотрудники СБУ нашли гранатомет, автомат Калашникова, мину, гранаты и больше килограмма тротила. За сотрудничество со следствием мужчину, возможно, освободят от уголовной ответственности. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Сектор М. Ситуация на Мариупольском направлении по-прежнему остается напряженной. Хотя в последние дни наши военные фиксируют явное снижение активности боевиков. С подробностями с линии фронта Станислав Кухарчук. В Донецкую область пришла настоящая зима. Снег, минус 8 на улице и застывшие лужи. Да и боевики словно замерзли. Уже сутки под Марьинкой тихо. Но вот что здесь, по словам пресс-офицера 14-й бригады, происходило три дня назад. Это был полный, полноценный дом, куда люди могли повернуться. Вот попадание гранатомета, то, что от него теперь залишилось. Это был такой достаточно сильный бой, больше двух часов. Был поранен наш бойец. Сейчас солдат в Днепропетровском госпитале со сколочными ранениями руки. Это самая крайняя позиция нашей обороны перед Марьинкой. Враг здесь практически в прямой видимости. До укреплений бояков всего каких-то 150 метров, наши позиции находятся на окраине населенного пункта. Если хорошенько присмотреться, то на тех вот дальних терриконах даже видно флаг, так называемый ДНР. Этот спальный район Марьинки и есть линия фронта. Но здесь все еще живут люди. Елене с семьей просто некуда бежать от войны. От отчаяния женщина уже не стесняется в выражениях. Тут уже страшная жизнь. Не знаю, почему оно прилетит. Первые загрязываются ДНР. Хлопцы наоборот, помогают. Единственный форпост на пути у боевиков – позиции наших военных. Даже в дни тишины ребята в полной боевой готовности. Бой здесь может начаться в любую минуту. Мы молчим. Когда видим уже что-то серьезное, что-то заворачивается. То есть уже полетели по нам гранатометы, выстрелы СРПГ, СПГшки. Тут мы уже, конечно, не чешемся. Мы в ответ. На! Все, запрашивают тишину они. Сегодня ночью наши военные зафиксировали ротацию боевиков. А значит, обстрелы снова могут возобновиться. Станислав Кухарчук, Владимир Дедов, Антон Чиженко. Подробности – телеканал «Интер», Донецкая область. Оккупированный Крым. В чем провинилась Лига Крымско-Татарских женщин? И почему сегодня в Симферополе их буквально выставили на улицу? Подробнее Юлия Кричкова. Сегодня с утра из помещения, которое занимала Лига Крымско-Татарских женщин, вынесли все мебель и инвентарь, фото и документы. Несмотря на неприглядность офиса, рассказывают выселенцы, в нем в свое время побывали жены дипломатов из разных стран. Члены правительств – представители международных организаций. Здесь был и склад. Хранили гуманитарную помощь. Организация занималась еще и благотворительностью. Защита женщин, защита детей. Здоровительная программа была. Ну и культурная программа была. Выбрасывают на улицу. Хотя это организация, которая помогала очень много и многодетным семьям, и детям, и нуждающимся. Помещение, в котором размещалась Лига Крымско-Татарских женщин – это хозпостройка на территории Республиканской Крымско-Татарской библиотеки имени Гаспринского. Офис здесь был на протяжении 20 лет. Директора на месте не оказалось. Но вот официальное письмо в нем сказано. Руководство библиотеки решило снести ветхое строение и построить на этом месте новый корпус. А несколько недель назад помещение Лиги отключили от отопления и электричества. У нас одна лампочка там горела, и ее отключили. Но я считаю, что бессмысленно тягаться. Если они уже взяли себе цель нас отсюда выставить, то это они сделают. Проблемы у Лиги Крымско-Татарских женщин начались еще в прошлом году. Организацию просто не перерегистрировали по российскому законодательству, действующему в Крыму. Однако работу женщины не сворачивали вплоть до сегодняшнего дня. И сегодня стало известно, в отставку подали двое членов крымского правительства. Министр финансов Владимир Ливандовский и промышленной политики Андрей Скрыдник. Остался без руководителя и Севастополь. Заявление об отставке написал председатель законодательного собрания Алексей Чалый. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности. Телеканал Интер. Крым. И вот как прокомментировали ситуацию с выселением Лиги в Министерстве иностранных дел Украины. Мы закликаем российскую сторону, как оккупационную владу, негайно прекратить любые переследования крымских татар, как коренного народа Автономной Республики Крым. Мы также наголошиваем на важности допуска до АРК международных монетировок в миссии для спостережения за ситуацией в сфере права человека. Заказчик убийства Бориса Немцова. Следственный комитет России сегодня назвал имя. Кто этот человек? Узнаем от Данила Русакова. Он в Москве. Имя заказчика убийства Бориса Немцова известно Следственному комитету. Такую информацию ведомство распространило сегодня. Все это случилось буквально через несколько дней после того, как соратник погибшего Илья Яшин направил письмо в Чечню. Адресат Рамзан Кадыров. Политик хотел с ними увидеться, но ответа от лидера республики так и не последовало. Но уже сегодня Следственный комитет сообщил. Немцова якобы заказал боец батальона «Север» Руслан Мухудинов. Он арестован, правда, заочно, где находится неизвестно. О мотивах московские сыщики тоже ничего сказать не могут. Сообщили лишь дело, выделено в отдельное производство. Но эти слова касаются лишь предполагаемого заказчика. Заключенный почти год назад под стражу, вероятные исполнители намекали, в убийстве есть религиозный потекст. Якобы Немцову мстили за поддержку Шарли Эбдо. Соратники политика, правда, в такую версию не верят. Кстати, те, кого Следственный комитет считает исполнителями убийства, Анзор Губашев и Заур Дадаев, уже давно не светятся в местном медиапространстве. После заключения их под стражу 8 марта этого года, местная пресса о них вспоминала от силы несколько месяцев подряд. Известно, что меру пресечения адвокаты неоднократно пытались обжаловать в Мосгорсуде. Однако решение об Османово суда, вышестоящая инстанция, так и не отменила. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. Американской ракетой уничтожен террорист, причастный к атакам в Париже. Шурафа Аль-Муадана ликвидировали во время авиаударов по территории Сирии и Ирака. Об этом сообщает Пентагон. Этот гражданин Бельгии, уехавший воевать на стороне ИГИЛ, был связан с главным организатором нападений на французов, Абдельхамидом Абаудом. Всего США совершили 31 удар по местам, где базируется группировка Исламское государство. А в самой Бельгии продолжаются антитеррористические рейды. Задержаны двое подозреваемых, которые, возможно, готовили теракты в канун Нового года. Полиция провела рейды в Брюсселе, в близлежащих провинциях и в городе Льеш. Внимание силовиков привлекли пропагандистские материалы группировки ИГИЛ, которые нашли у подозреваемых. Но ни оружия, ни боеприпасов полиция не обнаружила. Известно, что к парижским атакам, которые в ноябре унесли 130 жизней, эти люди не причастны. Цена гостеприимства. Германия увеличивает расходы на содержание мигрантов. 17 миллиардов евро. Именно столько планируют потратить на обустройство вновь прибывших. Это приблизительно по 670 евро на каждого беженца. Напомню, за этот год Германия приняла миллион человек. И в 2016-м этот поток только увеличится. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Аграрная блокада. Фермеры продолжают забастовку на дорогах. Мягкое кресло вместо жестких нар. Почему чиновник-взяточник продолжает пилить курортные земли? Главной задачей следующего года для службы безопасности должна стать борьба с коррупцией. Об этом Петр Порошенко заявил на заседании коллегии СБУ. Глава государства поблагодарил сотрудников ведомства за работу, подчеркнув, что за год СБУ предупредило более 200 терактов, обезвредило 20 диверсионных групп и изъяло 2 тонны взрывчатки. Кроме этого, президент заявил о необходимости создания комплекса контрразведки. Я требую в самый короткий термин разработать концепцию впроведения контрразведкового режима в Украине, в которой предпочитать смысл, структуру, принципы, задачи, механизмы эффективного функционирования и поддержки контрразведкового режима. В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак отчитался перед президентом, сотрудниками и журналистами о работе за год. В условиях установления Национального антикоррупционного бюро Украины, реформирования системы юстиции и правоохранительного сектора, служба безопасности вживалася на откладные заходы в сфере борьбы с коррупцией, как одним из актуальных загроз национальной безопасности государства, ее тип политико-экономической системы. Ну и после этого заседание перешло в закрытый режим. Телефонное общение лидеров Нормандской четверки. Разговор Порошенко, Меркель, Оланда и Путина состоится завтра. Об этом сообщает администрация президента Украины. Петр Порошенко пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель и утвердил предмет завтрашней беседы. Это будет выполнение минских договоренностей. На Донецком направлении боевики применили бронетехнику и запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы. Как под обстрелами бойцам удается готовиться к новогодним праздникам, расскажет Геннадий Вивденко. С мандаринами помогли волонтеры, подарили елку и украшения к ней, бомбоубежище армейцев в поселке Пески, настроение боевое и праздничное. Бойцы пытаются сделать так, чтобы даже в этих условиях хоть что-то напоминало о домашнем тепле. А совсем рядом пулеметные очереди. Вот накануне здесь произошел двухчасовой бой. Враг использовал БМП, армейцы открыли огонь на поражение, ночью боевики атаковали из минометов 82-го калибра. Наши позиції на околице Донецького аэропорту, неподалік Пісків та Опытного, бойовики продовжують систематично обстрілювати зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Окрім того, по Пісках противник вчора пристрілював миномет калибру 82-мм. По наблюдениям українських бойців, вражеская бронетехника подведена вплотную к линии разграничения. Бойцы надеються встретити Новий год спокойно. И все же игрушечного Деда Мороза под елкой в бомбоубежище в Песках на всякий случай снабдили патронами. Геннадий Вивданко, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности телеканал «Юнтер» из Донецкой области. Украина разрабатывает мощный ракетный комплекс вместо «Сапсана», от которого отказались при президентстве Януковича. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, это будет новая оперативно-тактическая ракета, которая может стать лучшей в мире. Главным разработчиком комплекса «Сапсан» в 2007-м было Днепропетровское КБ «Южное», а производителем – Южный машинный завод. Однако в 2013-м проект свернули. По словам в то время министра обороны Украины Павла Лебедева, из-за того, что деньги на его разработку были потрачены неэффективно. Для этого производства, для полной модернизации, используется исключенная элементная база или украинского производства, или производства стран-членов НАТО. Никакой запчасти, никакой элементной базы российского производства на этих комплексах не используется. Уже второй Новый год вне дома. Переселенцы из Донбасса и Крыма готовятся к праздникам. У многих застолья будут скромными и без фейерверков, ведь их дети до сих пор вздрагивают, когда слышат взрывы петард. Как будут встречать новые 2016-е те, кто потерял практически все, расскажет Алла Матюшок. Эта семья переехала в Киев из Славянска Донецкой области. Бежала от войны. Их городок позже отвоевали, но возвращаться оказалось некуда. Там есть квартира, есть дом, но попал снаряд в этот дом, и как раз снесло там крышу, часть дома. Папа Женя снял для семьи квартиру в Киеве и уехал добровольцем на фронт. Анжела устроилась в школу библиотекарем. Младшенький Ян пошел в детский сад. Рената учится во втором классе. Все хорошо, меня там никто не ображается, но все могут дружить. Этот Новый год, как и 2015-й, мамаревы будут встречать втроем. С верой, что в следующем папа будет рядом, и за новогодним столом соберутся наконец вместе. Накроем стол праздничный, посидим, поздравим папу обязательно, позвоним ему, миру, чтобы человеки повернулись до своих детей, до своих дружин. А пока папе в АТО, дети собирают посылку и передают привет. Мы хотим, чтобы ты приехал на Новый год. Мы сумма за тобой, мы тебя очень любим. Очень сильно, очень, очень сильно. Здесь, в санатории под Киевом, тоже живут переселенцы. Политически, так они себя называют. Они из Крыма. И пока возвращаться не хотят. Решили, жить будут в Украине. Валентина приехала с внучкой из Севастополя. Думала, поживут какое-то время, переждут, пока уйдут оккупанты. Но вот уже второй год, как ютятся в этой комнате. У меня получилось так, что мои друзья все думают по-другому. И, естественно, да, внутренний протест против всего безобразия, которое творилось. Что такое жизнь? Это, в первую очередь, общение. Правильно? Вот, а не угол, в котором ты находишься. В зале у елочки, которую подарили благотворители, в новогоднюю ночь соберутся почти все, кто живет в этом санатории. Говорят, загадают одно желание на всех. И оно уже не оригинальное. Чтобы был мир. Ну и, конечно, по возможности накроют праздничный стол. Вот плитка. Мы на ней, по-моему, готовим. Рыбку пожарим, ледок и крылышек пожарим. Что-то там собираем. Мне подарили баночку красной икры. То есть, корицы, там тоже что-то будет, типа винегрета. В этом санатории Новый год будут встречать более сотни переселенцев из Крыма и Донбасса. Среди них 35 детей. Все считают себя настоящими патриотами, даже самые маленькие. Ты, Сережа, я здесь, скажи, родился. Я украинец, я казах, скажи, а как же? А следица у меня скажи, да? Я люблю Украину. Я люблю украинскую богу. Новый год, Новый год. Уже наступает напор, будут татья в Крым, я лынки, будут песни, будут. Алла Матюшук, Вячеслав Фролов, подробности, телеканал Интер. Пожар в Харькове. Горели павильоны на рождественской торговой площадке. Произошло это утром, когда ярмарка еще не работала. Огромный столб дыма видели жители спального микрорайона Алексеевка. От павильонов, в которых располагалась экспресс-почта и продавались слабоалкогольные напитки, ничего не осталось. Растушили пожар 4 автоцистерны, только через час огонь смогли остановить. Что могло стать причиной такого пожара, сейчас устанавливают эксперты. Фермери сегодня снова вышли на акцию протеста. Как и вчера, они блокировали дороги в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. Требования те же. Отменить изменения в налоговый кодекс, принятые парламентом 24 декабря. По новому закону, с 1 января мелким и средним хозяйством повышают налоги. Кроме этого, им больше не будут возмещать НДС. В Черкасской области сотни фермеров вывели на акцию сельхозтехнику. Ее выстроили вдоль трассы, перекрыли движение и в Хмельницкой области. Протестующие просят президента витировать налоговые изменения. Это последний крик души. 24 грудня были приняты законы, которые по своей значимости набега больше злочин, чем 16 сентября. Потому что они направлены против людей. Они направлены против того, чтобы украинский аграрный сектор существовал, чтобы Украина существовала. Влада нас что-то не хочет. Мы надеемся на президента, что он наложит в это, на эти гранебные изменения к податковому кодексу. Раскол в гурсовете Днепропетровска продолжается. Сегодня на выездное заседание депутаты собрались в 6 утра. Пришли так рано, чтобы успеть до начала рабочего дня. Причем проводили заседание не в гурсовете, а в помещении одного из районных советов. Говорят, мэр не назначил сессию в гурсовете, поэтому собраться решили в другом месте. Были представители оппозиционного блока, громадской силы и самопомощи всего 35 человек. За полтора часа работы проголосовали за сохранение названия города. И избрали секретаря городского совета, лидера партии громадская сила Загида Краснова. В мэрии выездную сессию назвали нелегитимной. Депутаты-оппозиционеры уверяют, что голосовало большинство, а значит все сегодняшние решения законны. За результатами голосования Краснова Загида Геннадьевича обрано секретарем Днепропетровской городской районы 7-го скрипания. Было проголосовано важнейшее для нашей фракции решение. Это сохранение города Днепропетровску, имя города Днепропетровска. В честь реки Днепро и святого апостола Петра. Погорел на взятке, признан виновным и остался на свободе. Как главе сельсовета в Херсонской области удается не только избегать наказания, но и довольно плотно сидеть в своем кресле. Подробнее расскажет Кирилл Ющишин. Сельского голову курортного Лазурного Руслана Коваленко два года назад с поличным задержали на взятке. Он еще с двумя местными чиновниками незаконно распродавал землю на побережье Черного моря. И таких эпизодов на его счету 8, говорят правоохранители, на общую сумму 100 тысяч долларов. Однако уже через неделю после задержания коррупционера отпустили под залог. Полгода назад суд приговорил Коваленко к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Но тот до сих пор на свободе. Да, за эти полгода с времени, как его вынесли приговор в Кадовский суд, он тем не менее все равно продолжает распродавать земли, работая по такой же схеме, на которой он на взятке и погорел. Обычно после оглашения вердикта подсудимого сразу берут под стражу. Но для Коваленко сделали исключение. До рассмотрения апелляции он будет на свободе. И вот как это комментируют независимые юристы. Коррупционер начинает работать в интересах то ли милиции, то ли прокуратуры. Он фактически на крючке и он уже в интересах этих лиц отчуждает землю, другое имущество. А рассмотрение апелляции за полгода так и не началось. Заседание постоянно переносят. К примеру, сегодня рассмотрение отложили до 15 января. Причина не перешел один из адвокатов подсудимого. Прошу суд, чтобы был присутнен в наступном заседании другими захистниками. Откладывание в расследование справа, задовольнение, звезду с заявкой, захистника, предназначение. Судовое заседание закончено. Глава сельсовета общаться с журналистами категорически отказывается, а его адвокат немногословен. Пока вина человека не будет доведена приговором, который вступил в законную силу, это все тавтология и болтовня. В результате пока шло расследование, судебные тяжбы и подготовка к апелляции, Коваленко два года остается при должности. Общественники уверены, суд затягивает намеренно. А ведь чиновник не просто продолжает работать, пока его не посадили. Распродает свое имущество, которое должны конфисковать в счет государства. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, подробности телеканал Интер Херсон. В турецком порту взорвался грузовик с украинскими номерами. Автомобиль был припаркован на стоянке неподалеку от заправки. Из-за пожара пришлось перекрыть въезды и выезды из порта. Ожоги получил водитель, гражданин Украины. Травмы легкие. После оказания первой помощи он был выписан из больницы. Сам грузовик восстановлению не подлежит. А вот что стало причиной возгорания, сейчас выясняет следственник. Украинскими номерами. Водитель автомобиля, гражданин Украины, получил легкие ускорбления. Следствие продолжает. И пока что результатов, насколько я понимаю, нет. Оскільки это объективно не справа одной-две-двух годин. И даже добы одни или двух. Антикоррупция обетованная. Экс-премьер Израиля Хут Ольмирт все же окажется за решеткой. Сегодня утром израильский высший суд справедливости признал его виновным в получении взятки. И приговорил к 18 месяцам тюремного заключения. Почему это хорошая новость для бывшего чиновника? Расскажет Александр Лапинер. Израильтяне расходятся во мнении. Приговорил суд Ольмирта или оправдал. С одной стороны, реальный тюремный срок. Полтора года бывший премьер-министр проведет в тюрьме. За получение взятки в 60 тысяч шекелей. Это примерно 370 тысяч гривен. С другой стороны, в другом эпизоде речь шла о сумме гораздо большей. Полумиллиона шекелей. По этому эпизоду суд оправдал Эхуда Ольмирта. Именно поэтому тюремный срок был сокращен в 4 раза. Напомним, что предыдущий суд в мае этого года присудил бывшему премьер-министру 6 лет тюремного заключения. На пресс-конференции после суда сам Эхуд Ольмирт расходился, был не совсем однозначен. Он говорил о том, что с одной стороны испытывает облегчение, а с другой, что считает себя невиновным по всем статьям. Камень упал с моей души сегодня, когда Верховный суд постановил оправдать меня по главному обвинению в деле Холиленд. Мне никогда не предлагали взятку, я никогда не брал взяток, и я повторяю это сегодня. Однако в соответствии с моими убеждениями и образом жизни, я уважаю решение судей Верховного суда. Эхуд Ольмирт далеко не самый популярный политик Израиля, причем особенно сильно негативно на его рейтинге сказалась Ливанская война 2006 года, еще до всех коррупционных скандалов, до уголовных разбирательств, связанных с его деятельностью на посту мэра Иерусалима. И вот сегодня он был оправдан по самому громкому эпизоду, по скандалу, связанному с получением взятки за разрешение строительства жилищного комплекса Холиленд. Но вряд ли это сильно позитивно скажется на его репутации. Кроме того, напоминанием об этом уголовном деле будет и сам Холиленд. Его видно издалека, а жители Иерусалима за сомнительные архитектурные достоинства прозвали его монстром на горе. Александр Лопинер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Автопати Санта-Клауса в Бразилии и конкурс слоновьи и красоты в Непале. Об этом и не только в нашем обзоре. Монарша семья Катара нарушила работу аэропорта Цюриха. Около полуночи там экстренно высадилась небольшая флотиря из девяти личных самолетов Airbus. Эти члены корлевской семьи прибыли проведать бывшего главу Катара Хамада Бенхалифа Альтани, который во время праздников сломал ногу и прилетел на лечение в Европу. В обычном порядке такие ночные приземления запрещены, поскольку нарушают максимально допустимый ночью уровень шума. Технологии против варварства. В Великобритании на 3D принтере напечатают триумфальную арку из сирийской Пальмиры, внесенную в список мирового наследия ЮНЕСКО. Осенью этого года древнеримскую памятку архитектуры взорвали боевики исламского государства. Прототип арки воссоздадут совместно Гарвардский и Оксфордский университеты, а также Дубайский музей будущего. В апреле следующего года памятку выставят на Трафаргальской площади в Лондоне. В японском заливе Таяма зафиксировали на видео редкостного огромного кальмара. Длина гиганта почти 4 метра. Видео сняли с помощью подводной камеры. Это лишь третий случай, когда такой гигант попадает в объектив. Владелец местного магазина принадлежности для дайвинга даже поплавал рядом с морским чудищем. Большие красавицы и красавцы. В Непале проходит ежегодный фестиваль слонов. В программе спортивные соревнования, а также конкурс красоты, в котором принимают участие 127 животных. Фестиваль слонов – традиционное мероприятие для Непала, созданное для привлечения туристов. Бразильские Санта-Клаусы отмечают завершение сезона. После жаркого месяца дедушки сняли свои костюмы и собрались в одном из кафе Рио. Все 30 клаусов – выпускники разных годов местной рождественской школы, где их учили быть настоящими волшебниками. Одно из правил – никаких искусственных бород. Поэтому после завершения сезона дедушки срезают выращенную за год растительность, а еще подкрепляются праздничным спагеттию. Следите за развитием событий на нашем сайте «Подробности.ua». А я прощаюсь с вами до завтра и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова